Тема сегодняшней лекции общая микология. Рекомендую дополнить то, что я вам сегодня расскажу. Информации из учебника ветеринарной микробиологии и микологии. Страницы с 45 по 56, с 91 до 92. Токсономия микологии. В прошлом грибы рассматривались как растения и их исследованиями занимались ботаники. Многие грибы растут из земли как растения и многие из грибов неподвижны. Но грибы, однако, совершенно отличаются от растений тем, что не способны делать фотосинтез сахаров. И грибы это гетеротрофные организмы как животные. Гетеротрофы это означает, что это организмы, которые не способны синтезировать органические вещества из неорганических путем фотосинтеза или хемосинтеза. Для синтеза необходимых для своей жизнедеятельности органических веществ им требуются экзогены органические вещества, то есть произведенные другими организмами. Сегодня мы уже знаем, что грибы, царство грибов, относятся больше к животным, чем к растениям. Слева вы видите это упрощенная филогенетическая схема, включающая грибы, псевдогрибы, те, которые обозначены жирным шрифтом, и их отношение с группой микроорганизмов. Пунктирными линиями обозначаются предположительные отношения одной группы к другой. Немного исторических фактов. Генрих Антон де Бори, ботаник и микробиолог, считается основателем микологии. Он создал близкую к современной классификации грибов и описал механизмы их размножения. По оценкам микологов, в грибном царстве насчитывается около полутора миллионов видов, из которых описано около 80 тысяч видов. Согласно находкам окаменелости, грибы, по-видимому, существовали на Земле еще 300 миллионов лет назад. Считается, что из известных видов около 800 обладает патогенным потенциалом для людей и животных. Диапазон заболеваний, вызываемых этими видами, включает поражение кожи, слизистых оболочек, различных органов тела или системные поражения, которые могут привести к смерти пациента. Системные поражения имеются в виду системы организмов, такая как дыхательная система, например, все органы, которые входят в эту систему, поражаются. Кроме того, существуют грибы с низким патогенным потенциалом, так называемые случайные патогены. Мы можем обнаружить их как осложняющий фактор таких болезней, как спид у людей, ацисты крупного рогатого скота, фигу кошек и другие заболевания. В результате лечения, например, химиотерапии, кортикостероидов и других, или в результате сильного стресса. То есть, если это резюмировать, то в состоянии, когда организм ослаблен, когда его иммунная система ослаблена, в этом случае грибы могут преодолеть защитные способности организма и вызвать то или иное отдельное или системное заболевание. Мер грибковой болезни. Для тех, кто не занимается микологией, а иногда и не только он, мер грибов кажется сложным и трудным для понимания. А причин такой ситуации несколько. Дело в том, что методы классификации сложны. Типы грибов имеют заметные морфологические различия. Дрожжи, плесень, седобные грибы включены тоже в царство грибов. И еще третья причина. На форму и другие свойства грибов существенно влияют условия, в которых они растут. То есть условия меняются и гриб уже выглядит по-другому. Классификация. Все живые организмы когда-то были разделены на пять царств. Это прокариоты. Это царство включает бактерии. Протисты. Это царство входит среди прочего анаклеточные существа, простейшие его и водоросли. Грибы. Так называемое грибное царство, которое включает дрожжи, плесень и грибы. Эукритические гетеротрофные микроорганизмы с осмотрофным питанием. Четвертое. Это растения. Царство растений. И пятое. Животное. Царство животных. Шестое под вопросом, поэтому я сказала пять, а не шесть, к шестому относятся вирусы. Но до сих пор так, в общем-то, есть споры, а вообще живы ли это организмы, микроорганизмы или нет. Ну, в силу строения вируса. Вся царство, кроме первого, имеет истинное клеточное ядро. Я сейчас про вирусы не говорю. То есть, вирус у нас вообще в стране. Это характерно для того, что кроме первого, то есть кроме бактерий, у них нет клеточного ядра, а у всех остальных есть. Это характерно для всех живых существ, за некоторым исключением. Псиомоцистис карини, например, обладает свойствами, подходящими как для царства грибов, так и для прокариотов. Но в последние годы было принято включать в список грибное царство. Есть другие грибы, которые принадлежат царству грибов, потому что они не образуют подвижные зоосферы. Их клеточная стенка содержит глюкозу. Вернее, потому что они образуют подвижные зоосферы. И клеточная стенка содержит целлюлозу, которой обычно нет в грибах. Существуют биохимические различия в лизине, то есть в различных производственных процессах клетки. Это краткое напоминание, чем отличаются прокариоты от эукариотов. Для тех, кто хочет повторить. Поговорим об уникальных свойствах грибов. Прежде всего, это обратимая дифференцировка. У других организмов клетки подвергаются дифференцировке, то есть специализации. В начале, когда образуется организм, буквально из двух клеток образуется целый организм, все остальные клетки. И в какой-то момент каждая клеточка проходит дифференцировку. То есть специализацию, например, становится клеткой какого-то органа, приобретает, например, клеткой печени или клеткой селезенки. То есть в этих процессах клетка активирует определенные компоненты своему геному, то есть определенные гены в соответствии со своими функциями и блокирует другие. И обычно этот процесс необратим. То есть клетка печени, однажды превратившись в клетку печени, не может уже превратиться в какую-либо другую клетку. Грибов не так. В дифференцированных клетках грибов, например, для компонента, используемого для размножения, он может быть превращен в вегетативный компонент с более низким уровнем дифференцировки. То есть он может превратиться, то есть уже после того, как клетка прошла дифференцировку, она может вернуться обратно к форме с низкой формой дифференцировки. Осмотрофный тип питания – это тоже, можно сказать, уникальное свойство грибов. Это растительный способ питания, при котором организм поглощает растворимые питательные вещества. Данный тип питания характерен для растений грибов и большинства микроорганизмов. Исключение составляет простейшее. Грибы имеют неполовую и половую. Также уникальные свойства. Это к уникальным свойствам относится то, что грибы имеют неполовую и половую форму размножения. Токсономическая классификация грибов, основанная на форме полового размножения. То есть мы можем классифицировать по половой форме размножения и бесполой. В соответствии по форме полового размножения мы различаем пять систем. Это класс хитридиомицеты. Они размножаются одножгутиковыми зооспорами. Представители класса связаны в основном с водной средой обитания. Большинство из них – паразиты водорослей, водных грибов, беспозвоночных. Есть наземные почвенные виды, паразитирующие на высших растениях в условиях повышенной влажности. Значительно меньшую часть составляют сапрофиты, сапротрофы, поселяющиеся в воде на растительных и животных остатках. Также мы можем... Остальные классы – это класс зигамидкота, который размножает... Продуктом полового размножения, который является зигаспоры. Класс аскомикотопродуктом полового размножения, который является аскоспорой. Класс базидиомикотопродуктом полового размножения, который является базидиоспорой. Класс деэромицеты, который включает те грибы, у которых нет полового размножения. И поэтому их также называют несовершенными грибами. классификация грибов в последние годы после молекулярных тестов было немного изменило классификацию грибов грибное царство состоит и по нему грибное царство состоит из четырех систем примитивных грибов превосходящих одно царство класс клиндиомикота прочитайте по-русски еще конечно название добавить и добавлю в печатной версии по царствам дикария которая позже разделилась включает две системы которые содержат большую часть грибов вызывающие инфекции у людей и животных позидиомикота в том числе грибы и аскомикота входят во царство дикария кроме того в грибное царство был добавлен ряд микроорганизмов которые ранее считались одноклеточными это микроспоридии содержащие важный патоген пчоума сема апис и второе виды пневмоцисты возбудители болезней животных и человека хотя существует классификация грибов основанной на формах полового размножения иногда бывает трудно культивировать эти формы потому что они требуют особых субстратов и условий а также поскольку типы спаривания не однорода а некоторые встречаются крайне редко поэтому лабораторное определение грибка обычно проводится в соответствии с половыми с бесполыми формами это часто приводит к родностям и несоответственно в идентификации грибов некоторые виды грибов половые классификации имеют другое значение чем бесполыми например гриб псевдолисхерия болди называется его половой форме сцедоспорум апиосперум в его бесполых форм иногда один телеоморф половая форма имеет несколько анаморфов без полых форм обычно это не зависит от условия роста а иногда даже в одной или и той же колонии мы можем наблюдать одинаковые формы последние годы были предприняты усилия для того чтобы изменить название так чтобы у каждого чтобы у одного и того же гриба было одно было только одно название посредством процесса полового размножения грибы улучшают свою генетическую составляющую и таким образом улучшают способность конкурировать с окружающей их микробной с флорой поэтому возможно что существует связь между адаптацией определенного гриба к среде которой эта конкуренция ограничена и потери половой репродуктивности способности этого гриба морфология грибы это группа существ с неподвижным клеточным ядром клеточная стенка лишены хлорофила которые размножаются за счет образования спор споры могут образовываться как половом так бесполом процессе спор прорастают разные формы грибов плесневые или дрожжевые а у некоторых видов грибов один от другого в зависимости от условий выращивания формы и спор прорастает соматический или вегетативный компонент плесени гифы множественные гифы которые имеют длинную нитчатую структуру у некоторых видов грибов гифы разделены перегородками септами части не разделенные перегородками называется вернее у которого не вегетативный компонент не разделен перегородками называется микормикотина дальше клетки из которых состоят сети имеют одно или несколько ядер зависимости от вида грибка эти паутины растут за счет своего опекального роста но способность к развитию существует и в других частях грибка опекальный это кончик вот этих ниточек опекальный рост сгусток паутины образует мицелий мицелий или множественные мицелий мицелий может развиваться внутри или или внутри организма или на субстрате вернее в субстрате или на субстрате или расти из субстраты образовывать воздушные сети воздушные мицелий что имеется ввиду например когда вы видите на хлебе растет мицелий на гриб плесень так называем она может пронизывать хлеб и внутри и снаружи образовывать настоящий такой куст вот здесь видите да мицелий в некоторых случаях мицелий образуют сложные структуры которые могут быть сферическими как у спир аспергилюса или веревкообразными микроскопические большинства макро макроскопические большинства плесневых грибов есть типичной волосатой колонии то есть вы видите мы видим эти волосики колонии грибов возникающие в одной клетке называется таусом из одной клетки из одной клетки называется таусом дальше дрожжи тело это так называемый соматический компонент представляет собой круглую овальную или удлиненную клетку у дрожжей тело гриба то что вы видите справа дрожжи размножать за счет почкования или деления зачаток обычно развивается на одном из полюсов вот хорошо видно на снимке снизу начинается почкование и по сути когда мы видим большую клетку с маленькой такой почкой как раз идет процесс почкования а поскольку они все время когда клетки вы дрожжи находятся в хороших условиях которые то есть тепло и влажное есть питательные вещества то они очень и очень интенсивно делятся поэтому мы практически все клетки можем увидеть вот с такой почкой как будто обычно дочерняя клетка отделяется от материнской и если они остаются в соединенных виде иногда остаются в соединенных видеть цепочки влюбленных клеток и образуется псевдо гифа который отличается от реального источника сужением месте образования перегородка перед городки то есть иногда можем увидеть настоящие цепочки но они могут мы их можем конечно они могут раздеть раздеть разъединяться макроскопические колонии дрожжей имеют форму аналогичную форме 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 бактерий диморфные грибы это грибы у которых соматическая структура ряда грибов включая виды имеющие важное медицинское значение как вот в этом списке истоплазма бластомитис споротрикс кукцидиодис параоцитодиодис ми пенцилинон вы говорите эти все названия конечно но вы можете их прочесть варьируются в зависимости от среды в которой они присутствуют внутри носителя они существуют в виде паразитической формы в виде дрожжей дрожжевой формы находясь вне суррогатного тела они выглядят как плесень это так называемый мицелиальная форма обе формы также могут быть воспроизведены в лабораторных условиях и при этом эти грибы развиваются на богатых сабстратах 37 градусов и при 28 градусах способность этих грибов развиваться в обеих формах дала им название диморфные строение грибов у некоторых грибов мы можем увидеть капсулу здесь на фотографии хорошо она хорошо видна то есть сама клетка и вокруг вот это белая как бы ободок это как раз есть капсула и и такого важного с медицинской точки зрения дрожжевого грибка как криптококус неоформанс можно увидеть вот как раз этот слой слизистого материала который окружает клетку это капсула капсула состоит из глюкороноксиломанов это соединение глюкороновой кислоты ксилозы и лимонозы капсула увеличивает способность гриба противостоять суррогатным защитным механизмам таким как их разрушение фагоцитами существует способность грибов выделять спигменты у некоторых грибов электронный микроскоп может обнаружить вещество с окрашивание вещество которое имеет окраску хотя явление адгезии присоединение играет важную роль в подъединении многих грибов имеющихся имеющаяся информация о механизмах ответственных за это ограничено ряд адгезинов описан в основном у дрожжей клеточная стенка клеточная стенка грибов уникальна для этих микроорганизмов существенное различие между структурой клеточной стенки грибов и бактериальных стенок является одной из важных причин неактивности некоторых антибактериальных препаратов на грибах основные компоненты стенок состоят из трех групп полисахаридов монанов глюканов и хитина в принципе стенку можно описать как состоящий из аморфного безформенного внешнего слоя глюкана который включает в себя скелет из монана затем он имеет промежуточный белковый слой а самый внутренний слой состоит из хитина в виде микроволока это материал чрезвычайно твердый даже твердый твержесть целлюлезы и на самом деле это разделение на слои не настолько отчетливо чтобы глюкан и хитина образовывали нерастворимую матрицу которая концентрация глюкана выше не во внешнем слое а хитина выше во внутреннем слое который содержит скелет стенки структура молекул варьируется в зависимости от вида грибка антигенные свойства в значительной степени определяются внешними цепями функции клеточной стенки она придает форму грибковым клеткам участвует в регулировании процессов распространения то есть помогает в этом естественно защищает клетку от факторов окружающей среды которые могут нанести ей вред такие стрессы как обезбоживание антибиотики и вещества выделяемые другими микроорганизмами она защищает от защитных механизмов в организме хозяина в основном за счет уменьшения фагоцитоза со стороны хозяина и последующего уничтожения паразита внутри фагоцита защита ферментов выполняет роль также защита от ферментов и других внутриклеточных компонентов содержит ингредиент который позволяет определенным грибам прикрепляться к своему органу мишени что считается первым шагом в запуске патогенного процесса используется в качестве фильтра при поглощении и спускании иона некоторые из компонентов клетки служат в качестве дополнительных операторов компонента альтернативным образом что является важным механизмом начальной неспецифической защиты то есть они также предотвращают вернее защищают умыто переработки поражение от активации комплиментов цитоплазматическая мембрана структура цитоплазматической мембраны гриба аналогично структуре других эукоритических клеток она имеет двойной слой фосфолипидов с гидрофобной стороной обращенной наружу также имеет молекулы белка расположенные рядом с этими слоями внутри них возможно что с этой мембраной связано и формирование компонентов клеточной стенки с этим связан фермент хитин синтетаза который участвует в образовании хитина одного из важных компонентов стенки цитоплазматическая мембрана гриба содержит эргостерин по сравнению с клетками животных которые содержат холестерин это различие является селективным фактором лежит в основе действия большей части жаропонижающих средств органеллы образованные складками цитоплазматической мембраны представляют собой гломосомы мезосомы парамуарные тельца на фотографии справа вы сможете увидеть как построена клетка гриба гидроклетки и эндоплазматический ретикул гидроклетки гриба по функциям и структуре совпадает с ядром других и акулитических клеток у разных грибов есть клетки с большим количеством клеточных ядер то есть разные у разных грибов есть разное количество ядер внутри клетки большинство грибов находится в гиплоидном состоянии к гидроклетке и непосредственно окружающей его мембране примыкает эндоплазматический ретикул который распространяется по цитоплазме и связывается с мембранными структурами других органел смысл этого соединения ясен но это может быть хранение передачи различных компонентов внутри ячейки клетки септы мы уже говорили септы это перегородки которые разделяют мицелин гриба иногда когда в гифе гриба существуют перегородки они могут быть непроницаемыми или могут содержать одно и несколько пор и они эти поры бывают достаточно большими чтобы позволить ядру перейти из одной клетки в другую наиболее сложной формации называется доли порами они встречаются в системе базидиомикота то есть есть различия в строении септ у различных видов грибов и по ним по септам они как бы они являются важным таксономическим признаком так как это структура типичная для различных видов базидиомицетов то есть по септам можно определить вид гриба органеллы клеток гриба митохондрии у них есть и митохондрии рибосомы система гольджи крошечные волокна и трубочки микро трубочки прочтите каждое ну в общем то они схожи их функции схожи с тем что обычно они выполняют других эоритических клеток эпикальные пузырьки есть такое такая как органелла эти пузырьки концентрируются в местах активного роста грифов или образование или развитие спор они маленькие пузырьки связываются образуя слой хитина в стенке считается что обычно они их функции в том чтобы переносить те или иные вещества в клетки гриба источники питания в зависимости от метаболизма живые существа можно разделить на автотрофов которые могут использовать неорганические вещества для своего существования и гетеротрофы которым требуются органические вещества кроме того каждый из этих групп делится на две дополнительные группы фототрофы и которые используют химические источники энергии гетеротрофы грибы подобные гетеротрофам их источники углеродов грибы должны поступать от других существ которыми они живут в различных взаимодействиях грибы не могут связывать атмосферный азот И некоторые грибы имеют особые пищевые потребности, такие как жирные кислоты, витамины и различные минералы. При этом практически все грибы можно выращивать на искусственных субстратах. Ряду видов грибов, которые до сих пор могли расти на искусственных субстратах, вероятно, требуются специальные добавки, суть которых пока не очень выяснена. Источники питания. Не было обнаружено никакой связи между патогенами и особыми потребностями питания, как первоначально предполагалось. Существуют высокопатогенные грибы, которые легко растут на плохих субстратах. Уникальные вещества и потребности различных грибов имеют большое значение в процессе их определения. Среди наиболее распространенных методов определение дрожжей с помощью тестов ассимиляции, проверка сахаров, которые они могут использовать в качестве единственного источника углерода. И определение дерматофитов, которые вызывают кожное выделение с использованием витаминов, необходимых гриб для развития. Здесь на фотографии вы видите, с правой стороны вы видите как раз одно из лишай, стерегущий лишай, который как раз и является дерматофитов. Температура. Грибы принято делить на три группы по отношению к температуре. Психрофили, которые растут от 0 до 20 градусов. Мезофилы, они растут от 0 до 50 градусов. Термофилы от 20 и выше 50 градусов. Конечно, есть оптимальный период, когда они растут гораздо лучше, но могут и в больших температурах расти. Способность развиваться при температурах тела животного считается признаком, указывающим на патогенность грибов со случайной патогенностью. То есть условно патогены. Было обнаружено, например, что штаммы споротрикса, выделенные из лимфатических узлов пациентов, росли при 37 градусах. В то время как штаммы грибовыделенные из поражения кожи не росли выше 35 градусов. То есть видите, как раз с патогенностью температура, способность расти при более высоких температурах, в частности 37 градусов, то есть температура тела животного, способствует тому, что они могут поражать системно организм, то есть зайти внутрь и поражать его, расти во внутренних органах. Кроме того, температура также влияет на форму развития биполярных грибов. При 37 градусах на подходящих субстратах развивается паразитическая форма, а при более низких температурах развивается сапрофитная форма. Оптимальная температура роста грибка, вызывающего кожный грибок, составляет 28-30 градусов. За исключением грибка, вызывающего кожный грибок крупного рогатого скота, трихофитон верюкозом, который лучше растет при 37 градусах. Здесь справа я привела пример хитриотиомикоза, инфекционное заболевание афибии, вызываемое хитридивыми грибками, и поражает пресноводных паразитический негефальный грибок. Поражает кожу взрослых амфибий, блокируя дыхание и поступление в организм воды, которые у земноводных в значительной степени происходят через кожу и ротовые полости их личинок. Кстати говоря, сейчас, почему я привела в качестве примера для температуры именно? Потому что глобальное потепление ведет, предполагают ученые, что как раз глобальное потепление ведет к тому, что общая температура сглаживается, средняя общая, за весь год она поднимается, и получается, что грибки, этот хитридиомикоз, развивается и способен поражать этих земноводных амфибий в течение всего года. Из-за этого есть сейчас целая эпидемия, можно сказать, большая смертность вот этих вот животных. Влияние факторов внешней среды. Кислород на грибке имеется в виду, конечно же. Кислород, подавляющее большинство грибов, оптимально растут в атмосферном воздухе. В то же время, есть ряд видов, у которых споры лучше растут и развиваются при повышении концентрации углекислого газа. Среди грибов, вызывающих заболевание, нет анаэробных грибов в том смысле, что они не растут в отсутствии кислорода. Хотя есть виды, в основном дрожжи, которые могут развиваться в отсутствии полного, то есть обычного количества кислорода. Эти виды играют важную роль в загрязнении кормов для животных, особенно при консервации кормов. То есть, если, например, не соблюдается технология приготовления силоса, при котором стараются создать анаэробные условия для того, чтобы ферментация протекала по определенному циклу, чтобы молочнокислые бактерии могли образовывать, переваривать, делать ферментацию этих полисахаридов в нужном, по нужному циклу, когда есть нарушение, есть доступ к кислороду, то в этом случае начинают проникать, вернее, они были там, но они просто грибки, начинают больше расти и, соответственно, когда есть рост грибков, а не молочнокислых и бактерий, то грибки выделяют большое количество отравляющих веществ и, по сути, силос становится не кормом, а источником отравления животных, что, конечно, нежелательно. Но мы, я думаю, мы еще об этом поговорим в следующих лекциях. Ультрафиолетовое излучение. Грибы не нуждаются в свете для роста, но известно, что освещение влияет на форму на размножение от полового или вегетативного. Культура грибов в состоянии переменного освещения позволяет развиваться нормальным процессом размножения. Постоянное освещение подавляет или тормозит половое размножение. Воздействие ультрафиолетового излучения на клетки грибов аналогично действию излучения на другие клетки, то есть ультрафиолет, он повреждает нуклеиновые кислоты и ведет к мутациям и, соответственно, к смерти грибков. Кислотность. Грибы, как правило, лучше развиваются в умеренной кислосреде. Например, для почвы наиболее распространенный корм для выращивания грибов, вернее, для... Так, секундочку, здесь ошибочка. Не для почвы, а для среды, питательной среды имеется в виду, используется декстрозный агар сабуру. С кислотность которого 5,5 обнаружено, было обнаружено, что гидрожей, обитающие в желудке у различных животных, таких как кандида, растут даже при кислотности ниже 2. Не исключено, что способность расти при повышенной кислотности можно считать причиной патогенности этого вида кандидоглобрата. Грибы относительно уст... В то же время грибы относительно устойчивы к солевым растворам. Грибки могут размножаться половым или вегетативным путем. Но процесс полового размножения известен только для некоторых грибов. Когда гриб имеет как бесполую, так и половую форму, первый называется аноморфом, а второй телеаморфом. Есть виды грибов, которые имеют несколько различных форм бесполого размножения. Например, седоспориум апиосперму. Они имеют одну половую форму. То есть, они имеют одну половую форму псиодовешерия боуди. То есть, два вот этих гриба. Гриба спидоспориум и графиум. То есть, эти два гриба, у них есть одна половая форма. Есть грибы, у которых как образованные в результате половых процессов, так и те, которые образуются в результате бесполых процессов, могут образовывать бесполые элементы для размножения. Гифы. Эти грибы называются евкопорпическими. У других видов грибов, у которых есть соматический компонент, становится репродуктивным. Когда у которых весь соматический компонент становится репродуктивным, эти грибы называют голокорпическими. Формы бесполой полигамии. Бесполое размножение характеризуется тем, что для завершения процесса не нужны две пары и нет обмена генетического материала. Это просто для напоминания. Поговорим о дрожжах. У дрожжей есть две формы полового размножения. Бутонизация и деление. В процессе прорастания в стенке дрожжевой клетки образуется выпуклость. Обычно там, где кривизна максимальна. И по мере роста этой выпуклости ядро материнской клетки удваивается. И новое ядро мигрирует в выпуклость. В процессе расщепления материнская клетка удлиняется. И когда она достигает соответствующей длины, ядро удваивается. Новое ядро перемещается к концу клетки. Между клетками образуется перегородка. Перегородкой. И они делятся. Новые перегородки начинают формироваться на различных плоскостях до завершения предыдущего деления. Половой же процесс у дрожжей протекает в двух вариантах. У сахаромицетов споры, которые созревают, разрывают клетку, сумку, аск, высыпаются из нее и попарно сливаются. Образующиеся в результате слияния зиготов в дальнейшем размножается почкование. У шизо-сахаромицетов при истощении питательной среды две вегетативные клетки сливаются, а также образуют зиготу. В ней образуются споры, которые прорастают в вегетативной клетке, далее длительно размножающиеся почкование. Снизу есть небольшая картинка, которая изображает то, о чем я вам сейчас рассказала. Плесневые грибы. Бесполое размножение осуществляется посредством особых спор, развивающихся на специальных обособленных ветвях мицелия. По происхождению споры могут быть эндогенными и экзогенными. Эндогенные образуются в обыкновенном большом числе внутри особых клеток, спорангиев, поэтому споры называются спорангиоспорами. Экзогенные споры образуются на поверхности производящих их органов, которые называются конидиеносцами, а сами споры – конидиями. У нишек грибов преобладает образование спорангиоспор, и только у немногих встречаются конидии, тогда как у высших имеются только конидии. Эта форма бесполого размножения типична для головчатой плесени, мукор, так называемой. Бесполое размножение. У более примитивных форм типом бесполого размножения может служить образование зооспорангия, отличающегося от спорангия тем, что содержимое его распадается на подвижные споры, снабженные одном-двумя жгутиками, получившие название зооспор. Образование зооспорангия известно у нишек грибов, приуроченных в своем развитии к водной среде, например, ольпидиум или физодерма. Зооспорангия возникает как конидии на воздушных конидиеносцах, выступающих из устьиц пораженного растения и распространяющихся воздушным путем. Но прорастают они с образованием зооспор только в воде. Плазмопара фитофтора. Другим типом бесполого размножения у грибов является образование конидий, развивающихся на конидии диеносцах. Об этом мы уже говорили. Конидия всегда – это одна клетка, имеющая круглую или овальную форму. Но в некоторых случаях изменяет свою форму, приобретает поперечные и даже продольные перегородки. В готовом виде представляет сложное многоклеточное тело, как у возбудителя альтернариоза капусты. Напоминаю, что сейчас мы проходим общую микологию. То есть мы, в принципе, говорим о многих грибах и те, которые растут не только на животных, но и на растениях. Кроме одиночных конидий, у многих грибов при бесполом размножении конидий образуется в цепочках головками по нескольком месте. Конидиальные спороношения у грибов более распространены, чем споронгиальные. Отличаются они в большем разнообразии по величине, окраске, форме, способу прикрепления конидий. Конидии бывают одноклеточные, многоклеточные, шаровидные, нитевидные, другой формы, бесцветные и окрашенные, очень разнообразные. И конидиеносцы, они бывают простые, мало отличимые от гифамицелия и разветвленные с различной степенью сложности вветвления. У некоторых паразитических грибов конидиеносцы группируются и тогда они образуют особые конидиальные спороношения, называемые кореньями, ложами и пинктидами. Вегетитативное размножение Вегетитативным размножением называется такое размножение, которое осуществляется не специализированными, а мало специализированными частями вегетитативного тела, то есть мицелия гриба. Оно происходит при помощи частиц или обрывков живой грибницы, которые, расселяясь различными путями, могут дать начало новому мицелию. Этот наиболее простой способ очень распространен в естественных условиях и практикуется при искусственном разведении шампиньонов, например, а также при переселах чисто культовых губов в лабораторных условиях. Более специализированным является способ вегетитативного размножения, когда грибница, благодаря особенностям своего устроения, легко разъединяется на отдельные клетки или споры, которые дальше вырастают каждый в новую такую же грибницу. К таким спорам вегетативного размножения относятся хламидоспоры, о-ди, гемы и другие виды изменения мицелия. Хламидоспорами называют участки гиф, обособившихся от вегетативного мицелия и покрытые плотной, утолщенной, иногда пигментированной оболочкой. Они содержат значительный запас питательных веществ и будут снабжены плотной оболочкой, способны длительно, до 10 лет и больше, сохраняться, перенося неблагоприятные условия, сухость, низкие и высокие температуры и прочее. У некоторых грибов, например, у хламидоспоры входят в цикл развития, у других же могут возникать при наступлении неблагоприятных условий. Вегетативное размножение оодиемии называют короткие, округлые или глиненные членики грибницы, которые образуются в результате распада гифа. В покрытии тонкой оболочкой они долго сохранятся, сохраняться не могут, но при прорастании дают начало новой грибнице. Оодиемии встречаются у различных грибов, например, у эндомициса и у некоторых первично сумчатых грибов. Геммы по способу образования напоминают хламидоспоры, отличаясь от них непостоянством формы. Они известны у большого числа сумчатых и несовершенных грибов в качестве органа перезимовки. Половое размножение При половом размножении клетки гометы, так называемой, из двух гиф срастаются, образуется новая клетка – зигота. В зиготе ядра сливаются. Последующее редукционное деление восстанавливает число хромосом в каждой клетке, равное числу хромосом в гомете. Зиготу могут образовываться из гиф одного талома или из двух различных таломов. Гетероциклические. Половое размножение Органы полового размножения у грибов разнообразны. У ниши грибов в результате обтворения образуется спора, как правило, проходящая определенную стадию покоя. Половой процесс может происходить путем копуляции одинаковых подвижных клеток или благодаря контакту двух региститативных клеток и слияния их содержимого. Процесс называется гологамия. У некоторых оомицетов половой процесс варьирует от не наиболее простого слияния двух подвижных гомет различной величины до в различной степени морфологически выраженного оплодотворения подвижным сперматозооном клетки яйца. У многих оомицетов мужские клетки представляют собой многоядерный антиридий, который неподвижен. У женских клетки оомицетов орган, который имеет несколько одноядерных клеток в одной оболочке оплодотворяемых путем внедрения отростков антиридия через оболочку или одну яйцеклетку. У отдельных оомицетов при наличии нескольких клеток в ооогоне оплодотворяется только одна цельная клетка. У зигомицетов половой процесс зигогамея состоит из слияния как правило многоядерных клеток гаметангиев. Эти клетки образуются обычно на концах коротких ответвлений мицелия называемых популяционными гифами. У большинства зигомицетов клетки одинаковые но некоторые различаются размерами. образующиеся клетки зига споры содержат оплодотворенное диплоидное ядро. У большинства продолжая разговор о половом размножении важно сказать, что у большинства грибов размножающихся половым путем стадия, на которой клетка имеет две хромосомные системы диплоид короткая, за ней следует процесс миоза и образование спор с единой системой хромосом гоплоид. Эти клетки могут подвергаться ряду деления ложа, прежде чем на них разобьются половые споры. Образующиеся споры могут оставаться прикрепленными к двум родительским сеткам, как это происходит с зига спорами. Справа у вас вы видите зига споры и рисунок один и второе это как прорастает зига спора. Номер два. Две зига споры это две клетки, которые могут быть гомотолическими или гетеротолическими, объединяются и образуют структуру, называемую прозига спорангия. Эта структура расширяется и становится зига спорангия, который содержит одну зига спору, внутри которой объединены две клетки родителей. Вы видите это справа, зига спора. И аска споры вот здесь нашла симпатичную фотографию. Что такое аска споры? Если споры включены в мешкообразную структуру, называемую асками, множественные аски, они называются аскоспорами, как мешочки такие, Базидио споры, если они развиваются в структуре, если споры развиваются в структуре, называемой базидиумом, они называются базидио спорами. Опять же, вот здесь несколько фотографий типа базидий. И последний слайд, лабораторная диагностика и дифференциация. Уникальные пищевые потребности различных грибов имеют большое значение в процессе их определения. Среди наиболее распространенных методов определение дрожжей с помощью тестов ассимиляции, то есть проверка сахаров на сахара, которые могут быть, которые они могут использовать в качестве единственного источника углерода. и определение например дерматофитов, которые вызывают кожные поражения с использованием витаминов, необходимых для их развития. Но мы поговорим еще это на будущих лекциях. выращивание для диагностики и дифференциации мы также используем выращивание на питательных средах, методы микроскопии, иммунофлуоресценции и серодиагностики. Что ж, друзья, мы прошли с вами лекцию по общей микологии. Еще раз напоминаю, что я вам рекомендую прочесть информацию, которая дается в ветеринарной микобиологии и микологии, чтобы закрепить материал. В различных источниках дается разным информация о грибках варьируется, мягко говоря. Но я уже сказала в лекции о том, почему она варьируется, потому что классификация довольно сложна, есть половые и неполовые сформы. Довольно сложно классифицировать, но если вы общий принцип поймете, это вам вполне достаточно для того, чтобы мы могли перейти к частной микологии. Увидимся на следующих в дальнейшем. Всего хорошего. Задавайте вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...